МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серьезное авиационное происшествие омрачило понедельник, 9 марта, в Аргентине, на севере страны, в провинции Риоха. Столкнулись в небе и разбились два вертолета. Погибли 10 человек. На борту обоих вертолетов летели люди, нанятые для съемок документального фильма. Катастрофа произошла в зоне, популярной среди туристов. Их в Ла-Риохе привлекает красота природы и горы, передает ТАСС. Во Франции задержаны 4 человека в рамках расследования дела о январьских терактах в Париже. По данным следствия, все они были знакомы с террористом Амиди Кулибали, застрелившим сотрудницу полиции, а также захватившим более 20 заложников в кошерном магазине на окраине французской столицы и убившим четырех из них. Сам Кулибали был застрелен при штурме магазина спецназом. США доставили в Латвию 150 единиц техники, в том числе танки и бронемашины, предназначенные для военных учений, которые пройдут в рамках операции под названием «Атлантическая решимость». После присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе США заявили о том, что на территории стран Балтии и Польши будут дислоцированы американские военнослужащие, а совместные учения будут проходить чаще. Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова, заявил, что преступление было совершено из-за неоднократных негативных высказываний политика о мусульманах и их религии. При этом экс-замкомандира батальона «Север» фактически взял организацию убийства Немцова на себя. Об этом сообщает Росбат со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Заур Дадаев, напомним, был задержан 6 марта на территории Ингушетии. 8 марта басманный суд Москвы вынес постановление об его аресте, а также аресте еще четырех подозреваемых. В Сирии при столкновении с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» погибла гражданка Германии. Девушка была снайпером и сражалась на стороне курдского ополчения, передает Вести.ру. 19-летняя Ивана Хоффман стала первой иностранкой погибших в боях с «Исламским государством». отмечают СМИ. Девушка-снайпер присоединилась к женским боевым отрядам курдов около трех месяцев назад. По данным агентства «Рейтер», погибшая состояла в турецкой марксистско-ленинской коммунистической партии. А к курдам присоединилась, чтобы защищать христианские деревни в Сирии от нападений со стороны ИГ. В Танзании вынесен смертный приговор мужу, убитой женщиной Альбиноса, а также трем его сообщником. Мужчины расправились со своей жертвой, отрубив ей обе ноги и руку. Женщина скончалась от потери крови. Жители Танзании верят, что конечности Альбиноса можно использовать в ритуале для привлечения удачи, сообщает британская телерадиокомпания BBC. Из-за подобных поверьев в Танзании за последние 15 лет были убиты более 70 альбиносов. Басманный суд столицы арестовал губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина до конца апреля по делу о получении взятки в размере 5 миллионов долларов при заключении госконтракта на строительство Южно-Сахалинской ТЭЦ, передает Вести.ру. Также в ходе обысков у Александра Хорошавина изъято около 1 миллиарда рублей. Кроме того, у Александра Хорошавина найдено 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий. К примеру, стоимость только одной пишущей ручки эксперт оценивает в 36 миллионов рублей. Казахстанским новостям. И к местным новостям. 58-летняя женщина-инвалид, пострадавшая 5 марта от взрыва в поселке Роднюковка, умерла 8 марта. Она находилась в БСМП, куда была госпитализирована с 70% ожогов тела. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники газовой службы, а местные жители помогают разбирать завалы. Дом практически разрушен и, как говорят в местном окемате, восстановлению не подлежит. Это были все самые интересные темы.